Приветствую вас! Проблема ваша, она, скажем так, несколько специфична, да, то есть у вас здесь ситуация связанная именно с беременностью, с протеканием беременности, вот, с тем, как вы на это реагируете, вот, с тем, как вы это воспринимаете. А также, может быть, с некой физиологией. Хотя, конечно, в том, что касается физиологии, здесь я не могу быть до конца уверенным, потому что, раз вы беременеете, значит, вы здоровы, то есть у вас происходит замерзшая беременность, но это говорит о том, что, возможно, психотоматически вы сопротивляете. Вот, беременности своей, но по какой причине? Это, конечно, вопрос, который нужно, понятное дело, с вами обсуждать, потому что, если есть какая-то психотоматика, да, то есть если есть какие-то раздражающие, угрожающие факторы, то их необходимо, ну, как минимум, обговорить, потому что это важный момент. Как мне показалось, исходя из того, что вы написали, мне показалось, что вам очень важно родить ребенка второго. Вот, это важно именно для вас, вот, именно вам это важно, для себя, для своих неких целей, для своих неких желаний, для своих неких потребностей. Вот, вам важно ребенка своего родить. И мне кажется, мне кажется, что в первую очередь, в первую очередь, что необходимо сделать, это определиться с желанием, то есть, почему я хочу настолько сильно хочу второго ребенка, да, что пыталась забеременеть, вот, несколько раз, несколько раз, да, у меня несколько раз и не получалось, и я все равно продолжал пытаться, то есть, наверняка, я думаю, что, ну, вы не будете спорить с этим. Но у этого, у того, что вы пытались, ну, ребенка выходить, выносить, родить, есть свои причины. И мне, как психологу, эти причины очень важны, для меня они важны, причины эти. Потому что ваша мотивация, мотивация родить ребенка, желание его родить, то есть, та потребностная сфера, которая перекликается с вашей деятельностью, вот здесь, и составляет основу страха, то есть, если я хочу родить ребенка, да, вот, вкладываю в это для себя какие-то, ну, какие-то желания, да, какие-то потребности я хочу реализовать, реализовать, то, естественно, я буду бояться, что у меня ничего не получится. Потому что, ну, слишком большая мотивация, слишком большая мотивация. А ориентированный я, в данном случае, ориентированный я на то, чтобы родить ребенка. Что-то мне хочется, вот, сейчас понимаете. И данный аспект нуждается в том, чтобы вы его для себя определили. Какую функцию ребенок должен выполнить для вас, в вашем именно восприятии ситуации, понимаете? Какую он ваше потребность должен удовлетворить, удовлетворить? Вот вы говорите, что уж очень хочется родить здорового, здорового малыша. Зачем, Елена? Для чего? Тем более, что один ребенок у вас уже есть. Понимаете? То есть, как бы, родительский потенциал свой вы реализовать смогли. Как минимум. Значит, здесь есть что-то еще, о чем вы, скорее всего, не говорите нам. Понимаете? И то, что вам нужно сделать здесь, это определить свои желания. И отделить их от рождения ребенка. Начать их реализовывать сознательно. Чтобы ребенок никаким образом не влиял на ваше желание. На вашу потребностную сферу. Потому что он, то есть, ребенок, ни в коем случае не может служить, быть средством или целью ваших потребностей. Надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. То есть, здесь в вашем тексте мне видится две проблемы. Основные проблемы. Первая проблема, это психологическая основа прерывания беременности. Ну, то есть, замерзшая беременность. Именно психологическая основа. То есть, здесь может проявляться ваша защита. Ваша защита именно, ну, вот, скажем так, от того, что делает вас, ну, уязвимой, например. Хотя, конечно, это все из области предположений, но, тем не менее. Тем не менее. Вот. Это первое. И второе. Второе. Это потребностная сфера, значит, которую вы пытаетесь удовлетворить через своего ребенка. И совершенно понятно, что если какие-то ваши желания, ну, скажем так, завязаны на ребенке, да, то есть, как бы, ребенок только отвечают за их, за их реализацию, за реализацию ваших желаний и потребностей, то естественно, что вы задаете для себя, ну, достаточно уязвимый фон, достаточно уязвимую основу для удовлетворения. И отсюда вы чувствуете себя, как вот вы говорите, значит, так, вы пишете, переживаете, нервничаете, значит, беспокоитесь, не может расслабиться, спокойно уснуть и так далее. То есть, вот эти все вещи, это то, что является симптомом. Симптомом страха, что не получите добиться того, что вы хотите. Но чего вы хотите? Знаете, если бы это была первая беременность, можно было бы говорить о том, что вы, может быть, ну, боитесь рожать, там что-то решил, или у вас там есть страх, что вы не сможете стать мамой, или запрет на, допустим, ну, появление детей и так далее. Хотя, может быть, есть запрет на появление второго ребенка. То есть, вот тут тоже нужно подумать, а вот, как вот у вас, например, именно в вашей семье относится или относится к появлению второго ребенка. Может быть, вы, скажем так, подсознательно отвечаете на негатив, на запрет на появление именно второго ребенка в семье. Вот. То есть, кто знает, что знает. Здесь, в любом случае, нужно разбираться. И вы говорите, что, вот, просите помочь разобраться в причине. Это можно сделать, но только через получение обратной связи. Успокоиться можно только через раскрытие того, что вы хотите, и того, что вам нужно. И, соответственно, коррекцию всех сбивающих, подавляющих посылов в вашем сознании, да. И, соответственно, тогда вы будете спать и наслаждаться беременностью. Но, опять же, наслаждаться беременностью, наслаждаться. Понимаете, вот. Вам, возможно, не понравится то, что я скажу. Вот. Вы можете даже, в принципе, дизлайк поставить, если хотите. Но, если бы вам была нужна беременность, если бы вам был нужен ребенок, если бы вы искренне радовались бы ему, и воспринимали бы его, как, ну, как, не знаю, как чудо, как радость, как счастье для себя, то вы бы уже наслаждались бы беременностью. У вас не было бы тех симптомов, которые есть. А раз эти симптомы есть, есть беспокойство, есть страх, есть проживание, нервы, есть бессонница, значит, невозможность там спать и прочее, то это значит, что сама беременность и сам ребенок вас интересуют в меньшей степени. То есть, нет, конечно, вы его любите, конечно, вы будете хорошей мамой, безусловно, вот. Но он не на первом месте, и он не единственное, что вас волнует. Понимаете? И, возможно, вы стыдите себя как раз-таки за то, что он, ребенок, не единственное, что вас волнует, хотя, по идее, должен волновать. Но лучше вам это сейчас принять, или, по крайней мере, пожить немножко с этой мыслью, подумать в этом направлении. И тогда уже вам будет самой легче ориентироваться в том, что происходит. Вот. Поскольку данные аспекты могут послужить основой для коррекции вашего поведения, для изменения его, и, соответственно, для более качественного удовлетворения именно того, чего хотите вы. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные. Пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...